сразу записываю второе видео где мы будем тонировать волосы я посидела час сейчас смываем два раза шампунь без бальзама вымыли бальзам нам не нужен потому что наша краска наше тонирование должно проникнуть волос только потом мы так закроем все бальзам волосы высушивать не надо потому что будем тонировать на чистые влажные волосы вот наша основа база сейчас мы это все затонируем без бальзама расчесать можно как я говорю если даже где-то не расчесывается краска разведена так что все пропитается не переживайте разводим краску сегодня я возьму очень красивый тон это и гора рояль краска которой я пользуюсь 12 19 это специальный блондин сандре то есть пепел серый как по нашему по-человечески фиолетовый фиолетовый для чего нужен там оттенок чтобы нашу желтизну забить сравнять и вообще после мелирования всегда хорошо делать тонирование во-первых он выравнивает волос заполняя волос после мелирования то есть волос будет не такой ломкий и будет гладкий блестеть будет при укладке вот во-вторых это красиво мы же не можем что-то где-то добирает свет где-то не добирает мы же не все выкрашиваем сплошняком много нюансов тонирование это очень хорошо так я буду разводить тонирование и в тонирование добавлю мой любимый хромоэнергетический комплекс витаминизированный он работает с краской проникает внутрь волосы питает увлажняет именно с краской так но здесь я как всегда я не могу покрасить сзади но одну прядь сделала который будет уходить на затылок поэтому мне нужно будет 12 19 я возьму 30 миллилитров краски и разведу это трехпроцентным оксидантом если вдруг у кого-то нет трехпроцентного оксиданта возьмите 6 до может быть это где-то неправильно но это работает и разведите один двум во первых примерно 30 грамм вот этого оттенка добавьте 15 процентов 6 процентного оксиданта ну и 20 25 миллилитров воды и все это размешайте я всегда беру две краски смешиваю и это красиво и это правильно но сегодня только 12 19 с трех процентов я буду делать трех процентов и добавлю еще миллилитров 10 воды все равно потому что мне кажется что трехпроцентный оксидант все равно немножечко съедает цвет об этом я уже говорила ну в любом случае все индивидуально какие волосы до какой степени обесцветились волосы знаете есть такой темный волос что этот пигмент не пробиваемые вот я сидела час вот такая история вот такой цвет поэтому пишите не стесняйтесь я каждый случай могу индивидуально разобрать не вопрос так разводим начнем так мне еще рост углом какой аммиак будем сразу наносить тонирование по всей длине тонироваться то уже легче чем набирать мелирование я уже без расчески уже самого раннего утра крашусь в обед уже запись буду работать клиентка записаны а может быть сниму сегодня такой тоже интересный случай будет стрижка у нее она вся заросла такой седой волос но человек хочет мелирование но знаете как бывают такие седые волосы действительно не надо там корень отдельно выкрашивать как вот я показывала на слишком тонких волосах седых у нее это все так хорошо ложится без тонирования ну и стрижечку покажу так вот сейчас все волосы выкрасить сразу уже такой легкий легкий оттенок начинает добирать сидим 30 35 минут ничем не накрываем никакими пакетами как хорошо добирает все 35 минут прошло идем смывать хорошо хорошо простой водой без шампуня а потом уже как обычно немного бальзам ну вот таким легким легким розоватым оттенком здесь понятно ничего не крошу но мне это устраивает стрижка еще есть ой красота как хорошо когда волос уложен ухожен покрашен настроение поднимается всем хорошего дня всего доброго украина 해